всем привет друзья как вы мне пишите в комментариях один из лучших песчаных пляжей всего краснодарского края это бугасская коса кто не знает что это за место мы покажем наглядно сколько стоит здесь отдых какое море все в лучших традициях нашего канала ставьте лайки отдыхайте подписывайтесь на канал начинаем друзья ну и как доехать до бугасской косы ну я думаю объясню на пальцах хотя можно воспользоваться конечно же навигатором коротко находится это муниципальном образовании города курорта анапа и в таком промежутке бугасская коса как раз таки с одной стороны благовещенская но это самое самое начало если прям округлить да и с другой стороны веселовка два таких населенных пункта причем веселовка относится уже к темрюкскому муниципальному образованию как доехать со стороны благовещенской мы заехали сейчас находимся практически в самом центре центре благовещенской и отсюда вот даже указатель такой переулок виноградный дальше пивкомагазин и вот от пивка направо одна прямая конечно такая не очень широкая дорога ну что делать лучше чем по грунтовке в любом случае покажу ее наглядно и двигаемся сторону бугасской косы и вот теперь наглядно как я сказал очень даже узкая дорожка приходится так притормаживать чтобы разъехаться двух машинам и дальше будет еще уже до количество машин конечно впечатляет в обе стороны целый поток целая вереница вообще так пару слов пока едем пару слов о бугасской косе ну конечно из развлечений там нет практически ничего то есть традиционные это бананы таблетки на несколько там с определенной периодичностью может каждый 300 метров но не 1 . на моей памяти и все то есть никаких других развлечений вы там не найдете не аквапарка ну пару кафе есть но не могу сказать что там прям очень весело в том числе и вечернее время так просто посидеть покушать дорога конечно здесь так себе говоря на японском языке то яма то канала так приходится часто притормаживать здесь как-то прям особенно узко становится приходится съезжать правыми колесами ехать по грунтовке уже по обочине ну и на этом месте заканчивается асфальт начинается грунтовая дорога доехали до т-образного перекрестка и поворачиваем лево последний метр асфальта все вот так приходится на сейчас придется закрывать окна пыль люка будет стоять особенно от тех машин которые пытаются быстрее проехать он на горизонте машина летит а тут принципе ползешь тоже пыль люка поднимается сразу обозначу места для парковок ну поближе суваться я не рискнул припарковался практически в первом попавшимся месте потому что так на моей памяти проблематично это сделать от слова совсем здесь смотрите сколько наставлено машин справа слева здесь еще такой по сурове внедорожник на раз мог бы заехать на горку вот просто посмотрим я наглядно покажу есть еще свободные места или нет можно подъехать поближе к гаской кассе но там парковка платная причем на моей памяти тоже цены не низкие это точно но заодно прогуляемся все что интересного встретим на своем пути все обязательно вам расскажу и покажу на аудио как-то по суровому решили припарковаться ну так вдоль дороги свободные места попадались ну я бы точно не поставил затрудниться проезд чтобы разъехать двум машинам вот здесь не знаю ветки если убрать можно было бы встать но еще раз я так нашел более лучшее место и прошли мы каких-то метров 200 друзья если не забуду то на обратном пути включу нашу любимую программу релив чтобы показать весь маршрут включая пеший и на машине до того места откуда мы начинали нашу сегодняшнего наше сегодняшнее видео от благовещенской в общем каждый паркуется как ему получится здесь даже несмотря на столбики как-то между столбиков умудрились встать думаю как же он сюда заехал по суровому прямо через такую узенькую щелочку прощемился если идти пешком как в нашем случае то вот с этого места можно воочию так ощутить ароматы лимана серёга как тебе запах да кстати любители как называется топ серфинг по моему вид спорта на доске с парашютом здесь это место особенно пользуется популярностью сегодня или какие-нибудь соревнования проходят и не знаю ли так любители собираются выходной день провести свой досуг по поводу платной парковки здесь большая в размере и также можно еще дальше проехать это будет поближе к самой бугатской косе покажем ее тоже наглядно отсюда начинается целый ряд гостевых домов если увижу вывески то обязательно прозвоню уточню подробности здесь стоит знак остановка запрещена здесь парковка судя по всему только для постояльцев гостевых домов ну и так мы пойдем по пешей тропе по тротуару отсюда начинается хоть какая-то цивилизация вот первая вывеска свободные номера номер телефона 8 918 476 20 05 давайте попробуем позвонить вот он гостевой дом здравствуйте по поводу жилья на бугатской косе звание увидел вывеску свободные номера подскажите на три ночи есть у вас двухместный номер интересует сегодняшнего сегодняшнего на первом этаже стандартная кровать диван холодильник телевизор я понял а подскажите еще так родственники интересовались но пока с датой не определились четырехместные номера не это в сентябре уже будет я понял вас подскажите еще с собачкой можно к вам я понял мы хорошо сейчас подумаем что придется что им позвоню спасибо до свидания ну цены конечно точно не низкие и вот здесь сразу напротив тоже по ходу с территории угры сдаются номера 8 966 740 24 54 позвоним и сюда по поводу ароматов лимана можете представить да жалко все-таки технологии не дошли до нас передать все ароматы вот кто-то тут мидии ловил рапанов по выбрасывали мидии что-то не прошел гудок еще раз попробую аж мидии захотелось не значит они идут гудки причем не две симки с одной со второй попробовал теперь все понятно еще один коттедж написано сдается восемь девятьсот восемнадцать четыреста семьдесят три ноль семь тридцать ну все они по ходу находятся на территории этой игры алло здрасте подскажите по поводу жилья званию благовещенская двухместный номер интересует и четырехместный сегодняшнего дня на три дня а сколько стоит это что там все удобство в номере разницы нет двухместный или четырехместный до или как я понял до скольки вообще вместимость получается от 9000 до четырех человек я понял хорошо спасибо вам подумаем до свидания и совсем рядом еще последний номер который вам покажу сегодня восемь девятьсот восемнадцать четыреста девяносто четыре ноль пять восемьдесят шесть вроде бы так на вид поскромнее выглядит давайте сюда позвоним занято попозже перезвоним финишная прямая до крайней парковки по крайней мере так раньше было сейчас уточним можно ли там за умеренную плату или же бесплатно проехать еще дальше может быть открыли проезд по прескуранту цен ну и более того свободных мест нет 500 рублей в течение дня за машину и остановка в течение суток тысяча рублей въезд на территорию автокемпинга причем него сейчас уточню так квадроциклом въезд запрещен оплата услуг при въезде на территорию автокемпинга странный автокемпинг нет это только дневное пребывание то есть парковка машины палатки располагать здесь нельзя палатки сказали это мы прошли левее по побережью ну и в тем не менее свободных парковочных мест я не вижу поэтому не зря припарковались там где мы припарковались друзья может кому будет интересно катер катамаран рыбалка номер телефона прогулка с купанием в уникальном месте черного моря банка марии магдалины экскурсии к месту с лечебными грязями но это судя по всему как раз таки со стороны веселовки там знаю подобное озеро имеется с лечебными грязями вывеска на территории пляжа разведения костров установка мангалов и палаток запрещено берите во внимание не знаю насколько это все контролируется здесь платный туалет беседки у моря благовещенская бугасская коса отдельная вывеска номер телефона 8 965 460 66 60 вот такой интересный номер ну по поводу туалета 50 рублей прокат шезлонгов 300 рублей в день но вполне нормальная цена на сегодня аккуратнее собаки нам серёга так кто смотрел мой прошлый обзор с благовещенской мне не понравилось море на зеленый кисель точно не черное море больше бы зеленым охарактеризовал сейчас посмотрим как обстоят дела именно на бугасской косе сабборд 1 час 1000 2 часа 1800 3 часа 2 500 бунгало также сейчас уточним расценки ну и также проходили одну кафе тоже на обратном пути покажу до море судя по всему здесь тоже не очень радует вот так не хвалили езжай на бугасску косу там чистейшее море чистейшая вода вода там прозрачно но чисто и точно не назову воду зеленый киселек ну пойдем еще правее прогуляемся здрасте да да по поводу жилья подскажите пожалуйста двух и четырех местные номера интересуют сегодня на три дня и сколько стоит на троих 6 от двух местный дух на я понял там удобство все в номере все я понял хорошо спасибо подумаем спасибо до свидания это перезвонили с последнего варианта куда не смог дозвониться где было занято ну что давайте посмотрим тут метров 100 левее будет аквапарк на воде уточним его расценки и дальше пойдем в правую сторону на саму бугасску косу вот примерно с этой с этого места и начинается бугасская коса уточнил по бунгало 3000 рублей за целый день первая линия по поводу аквапарка 500 рублей пока ребенок не выйдет на берег то есть можно взять с собой водичку и целый день там прыгать пока не надоест и 1200 катамаран в час ну кстати 500 рублей нормальная цена за аквапарк вообще что чем примечательно бугасская коса своим покрытием берега и дна ну так мне очень нравится ракушечник так смотрите целая полоса метра два с половиной дальше конечно необычный песок более мелкая ракушка но она уже прилипает к ногам а вот такое покрытие идешь даже босиком в общем куда комфортнее чем по песку хотя многим больше песок нравится встретили подписчиков здравствуйте как зовут откуда наталья краснодар пару слова благовещенская о бугасская косе первый раз здесь нет не первый это наше любимое место семейное потому что мы любим песок зачастую здесь всегда чистая вода людей побольше конечно стало чем 10 лет назад мы для себя открыли это место но в принципе очень любим сюда приезжать вот сейчас закончится сезон обязательно в сентябре и в октябре еще приедем по искупаемся а где еще были для сравнения на курортах россии да на курортах ну дивноморская мы любим единственная ну камни просто я говорю единственная песчаный пляж дивноморская хорошо вот нам нравится тоже семейный если отдых а так только здесь еще прим еще нам советует мы пока не доедем будут все спасибо про по ценам что скажете меняются цены вот меняются до цены меняются однозначно но меняется и сервис мы когда сюда приехали мы жили в очень старых номерах практически совок сейчас это на уровне и номера и обслуживание ну вот ждем конечно чтоб на пляже все-таки были более демократичные цены на лежаки мне кажется 300 рублей дороговато всего спасибо при 1 отдыха думаю что за негритян очки лежат это как раз таки вот этими лечебными грязями измазались традиционные развлечения бананы таблетки узнаем цены 600 рублей банан 1000 рублей таблетка чё серёга на банане пойдем кататься ну да куда же мы собаку денем не сегодня значит такие интересные теневые навесы все чаще встречаются на побережье удобно легко раскладываются и также можно спрятаться от палящего солнца друзья так пока не нашли место где расположимся пользуясь случаем хочу ответить на вопрос часто спрашиваете у кого не работает youtube где нас можно найти мы есть на всех площадках это и ru tube этой дзен в к видео площадка есть такая платформа точнее извиняюсь называется площадка самая актуальная новость у нас телеграм-канале очень активно развиваем телегу в общем все что я показываю самое интересное все уже скидываю в телеграм это температура воды и количество людей на пляже в общем все все самое интересное ссылка на телеграм и другие наши соц сети в описании под этим видео подписывайтесь ну и чтобы всегда быть в курсе следите за нашими новинками так людей смотрю немного поменьше становится и палаток тем не менее все больше и так чем правее уходить кстати длина бугарской косы на моей памяти 13 километров как раз таки до веселовки приветствую что за ямы тут позарывал себя паренек туннель как золото ищет нора по поводу медуз друзья спрашивали но я щас купаюсь посмотрю как воде обстоят с этим дела на берегу парочку уже встретил ну конечно это не как на азовском море там просто киш-миш из медуз ну мы еще занырнем посмотрим как на глубине с этим дела будут море к сожалению чище не становится но он как подписчица нам сказала что две недели назад было кристально чистое море так мы были как раз в это время витязево да подтверждаю кто смотрел наш прямой эфир из витязева чистейшая водичка нам понравилось вот здесь я думаю мы расположимся такое тихо уединенное место немного соседей тихие не шумные соседи и их немного то что надо вот здесь бросаем якорь друзья по традиции нашего канала поговорим о погоде прежде чем пойдем купаться согласно гидромет youtube папа с юга центра воздух на 24 августа двадцать четвертого года округлим 30 33 градуса 32 и 8 если быть точным замерим воду 27 градусов тепла вполне комфортно для купания многие интересуются как там температура моря не остыла ли вода ну вот конец лета 27 градусов очень даже комфортная температура ладно кладем термометр идем купаться как я сказал покрытие дна ракушечник удобно заходить вполне комфортно но так от глубины по пояс причем по пояс довольно быстро становится но моим на моей памяти дальше будет еще мелководья ну в общем за нырнем лучших традициях нашего канала покажем вам прозрачность воды и какое дно наглядно из глубины раз-два-три бонзай так а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта зеленая муть примерно до глубины по шее Это в метрах от берега, где-то метров 12-13 Дальше более или менее чисто Я думаю, объективная оценка будет 4 балла То, что я показал дельфинов, да, думаю, многие увидели наглядно Сам даже поначалу испугался Серега сказал, здесь на берегу он даже умудрился до одного из них дотронуться Ну, дельфины, конечно, на песчаных анапских пляжах это не редкость Такое можно увидеть довольно часто И многие именно любят анапские песчаные пляжи как раз-таки из-за этих млекопитающих Дно показал наглядно Ракушечник, люблю такое покрытие 5 минусом будет оценка И берег, ну, наверное, четверка То есть ракушек здесь не так много, песка больше Думаю, такая будет объективная оценка Песик наш улегся здесь на пирамиду чью-то Взял, разломал, а? Не стыдно? Серега сказал, сними, как я буду в воде кружиться Давай, Серега, покажи, как ты кружишься И на голове стоишь Да, кстати, свой рост я скрыл метров через 15 окончательно И никакой мели больше не было Это в другом месте, значит, я что-то перепутал Или влево, или вправо В прошлый раз ступались, то есть уже скрывал свой рост И дальше опять мель наступала Давай, Серега Говорит, сними, покажи, как я на голове стою И кружусь Красавчик, Серега Давай, отзыв, что скажешь? Что скажешь? Понравилось? Ну, выйди сюда Да Вода, сколько баллов? Ноль Ну, ладно, три поставлю максимум Ну, потому что ты не нырял там, где чисто Там много зелени, да? Да, очень Дно? Дно Пять А берег? Четыре Все, понял И еще я могу на руках стоять Вот так Серега, так у нас видео бесконечно будет с твоими руками Красава Все, собрались? Да Кнопка, ты готова двигаться в обратном направлении? Пойдем На обратном пути увидел вывеску Столовая Комплексные завтраки 250 Обеды 550 Ужины 350 Столовая Мираж 300 метров А, 100 метров Здесь, смотрю, место для курения Отдельная беседка Вот эти беседки в прошлом году можно было взять в аренду Волейбольная площадка Поиграть в волейбол Ну, пойдем зайдем в столовую тогда Обед с 13 до 15 А ужин с 18 до 20 То лет 30 рублей Получается, в другое время запрещено, вход закрыт На часах у нас пятый час времени В столовую, в купальнике, пляжи и плавках не входить С животными не входить Короче, не судьба Проход через территорию запрещен Кстати, здесь в прошлом году тоже заходили покушать Такая столовая Может, это как раз она и есть Ее перенесли Нет, столовая здесь тоже есть Пойдем зайдем По поводу перекуса Цены Цезарь Пицца 800 рублей С креветкой 1000 Ветчина с грибами 800 Мясная 1000 Думаю, что за пицца такая 50 рублей Маргарита Это стерто 750 Единого меню, к сожалению, нет По отдельности Картофель 150 рублей за 150 грамм Котлета московская 150 рублей штука Сосиски непонятно Не знаю, блины с мясом 150 Ливневые голубцы 150 Рис 120 Овощи 120 Грица в сливочном соусе 180 Голень куриная 150 Тевтели две штуки 180 Окрошка 200 Суп лапша 150 Шурпа 280 Ну и салат оливье 180 Салат овощной 150 Водички попить взяли Холоденькой Черноголовка 150 рублей Полторашка По поводу беседки Да, действительно, можно взять в аренду Позвонить по номеру телефона 350 рублей в час Или 2000 рублей за целый день Ну, здесь десятером точно можно расположиться Дошли до парковки Откуда начинается территория пляжа И, как и обещал То есть, в принципе, все самое интересное Я уже показал Обратный путь Вплоть до того момента, откуда мы начинали сегодняшнее видео Покажу вам с эффектом 3D Сколько это расстояние Доехали, друзья Ну, итого Весь маршрут занял 6 километров 400 метров 25 минут Пешком мы шли Специально посмотрел 900 метров Ну, то есть, как я сказал Получается чуть больше 5 километров Путь на машине Пауза Финиш Ну, и все в лучших традициях С эффектом 3D Как и обещал Друзья, надеемся, что обзор Бугасской косы вам понравился Что вы думаете об отдыхе в этом месте Что вы думаете по ценам Если сами отдыхали Также по нашим обзорам Напишите в комментариях Поддержите лайком Если до сих пор этого не сделали Если остались вопросы Также можете задать в комментариях Подписывайтесь на канал Какие машины тут бывают Проезжают Колокольки Колокольчик Чтобы получать оповещения О наших следующих новинках Смотрите их первыми Увидимся До новых встреч Пока-пока Господа, по-моему, это Это лайк? Лайк, лайк, лайк Лайк, лайк, лайк Лайк, репост, господа Лайк, браво Лайк, репост Субтитры сделал DimaTorzok